В таком составе они не встречались с прошлого года. Раскативаться долго не стали. Сразу четыре важных вопроса в повестке расширенного заседания правительства. Один из них – спортивный. Строительство сразу нескольких объектов планируют ускорить. Речь идет, например, о физкультурно-оздоровительном комплексе в Переславле-Залесском. После встречи губернатор области с руководством «Газпрома» возводить его начнут уже в этом году, а не в 2022-м, как планировалось ранее. Уже занимаются проектом ледового фока в Тутаеве. Вместо 2024 года построить его могут гораздо раньше. Всего же в этом году сделают семь новых спортплощадок по всему региону и два фока в Ярославле и Ростове. Начнется реконструкция стадиона «Сатурн» в Рыбинске. К 2024 году более 55% населения должны заниматься физкультурой и спортом. Я уверен, что каждый из вас ознакомился с посланием, содержанием послания в Федеральному собранию. Президент Владимир Владимирович Путин особое внимание уделил социальным вопросам. Тем самым подчеркнул, что при принятии любого решения, в первую очередь, надо, прежде всего, руководствоваться интересами людей. Обсудили и первый год реализации нацпроектов. К слову, в нашем регионе 95% выделенных денег отправились по назначению. Показатель выше среднего по стране. В группе лидеров и по отдельным направлениям. Например, по сохранению лесов. План по лесовосстановлению выполнили в 2019 на 110%. Саженцы даже в соседних регионах покупать приходится. Но в 2021 году и этой проблемы не будет. В лесопитомниках области масштабное обновление оборудования и техники. И оно идет не только там. К концу года 85% лесных машин по всей области будут новыми. Сегодня леса приносят в казну большой доход. Сумма по сравнению с предыдущими годами выросла в 4 раза. Ухаживать за лесным богатством стали гораздо лучше. Традиционно, вот уже с апреля по октябрь, в трех районах области, каждую неделю мы проводим субботники. Вот 153 субботника за три года мы провели. Общее количество мусора, которое мы вывезли из леса, более 7 тысяч кубических метров. Чтобы было более понятно, это практически полторы тысячи вот таких грузовиков. Продолжение следует...